потому что когда родился мой первый ребенок и я сама лично столкнулась с проблемами грудного вскармливания я также обнаружила что мне негде найти адекватную помощь мне все говорили разные вещи к сожалению и даже очень хорошие врачи говорили мне тоже противоречивые советы и мне очень захотелось сильно разобраться я так хорошо разобралась что сдала экзамен на международную сертификацию мне кажется что у меня одна из самых приятных областей работы я работаю с родителями у которых только появился малыш это почти всегда безумно радостное событие это какая-то особенная энергия конечно в моей работе есть небольшая часть и грустных историй тоже но в целом вот почему-то мне кажется что очень жизнеутверждающее направление мне нравится ну да для меня было тяжело и по-прежнему я очень сопереживаю когда гибнет ребенок в родах или еще до родов а у женщины приходит молоко и такие женщины тоже обращаются ко мне с тем чтобы каким-то образом это молоко прекратило выделяться и мы какое-то время общаемся но мне как матери конечно невозможно без эмоции слушать рассказы этих женщин сейчас говорю и вот у меня здесь такой комок в горле это конечно тяжелая история потери ребенка ну как управлять миром не привлекая внимание санитаров конечно же когда ты супер женщина о чем можно еще мечтать я не знаю наверное я бы хотела классно петь и перемещаться пространстве мужа и детей вот так банально каждую неделю что-то происходит ну оба да конечно и так и так мне кажется я вот из тех людей что без труда не выловишь рыбки из пруда правда мне кажется только на успехе это так ненадолго да пара минут назад из-за рассказа про клиентов с гибели ребенка а еще я плакала пара дней назад снова плакала что-то почувствовала что надо поплакать пошла и поплакала мой дом мой дом где все мои близкие конечно ну тоже о каких-то банальностях я мечтаю об очень простых вещах о том чтобы мои близкие были здоровы счастливы чтобы все было хорошо я ничем не смогу удивить вас никаким ответом оригинально я себе благодарна за способность к регенерации как физической так и эмоциональной что я вот могу как-то развалиться но потом немножко подумать подумайте так собраться и двигаться дальше наверное меня очень удивляет каждый раз хотя в общем то этому не стоит удивляться доброте людей но когда вот люди реагируют на какие-то события неприятные у других собираются и вот организуют помощь это все равно меня каждый раз удивляет и еще меня очень удивляет когда создается какая-то вещь для людей где учтены вот все твои какие-то пожелания где ты понимаешь что подумали о твоем удобстве очень-очень сильно вот это тоже когда я с таким вещами сталкиваюсь я прям так вау как вы прям молодцы какой как хорошо вы сделали но мне кажется что самые мудрые мысли они уже все были давно придуманы мы все пытаемся в каждом веке люди еще что-то более мудрое придумать мне кажется у вас ничего не получается и в принципе можно постоянно обращаться каким-нибудь древним текстом и брать оттуда мысли вот прям цитаты и вешать себе куда-нибудь и жить по ним в общем-то 10 заповедей они по-прежнему актуальны их можно заново всем перечитать и руководствоваться Екатерина лакшина консультантка по грудному вскармливанию ваша молочная фея специально для клиники джемс